Доброе утро, Ставропольский край! В эфире информационная программа «День» в студии Илья Захаров. Как обычно, корреспонденты своего ТВ о самом важном и интересном регионе. С выше 9 тысяч обращений. Четыре передвижные студии в разных уголках Ставрополья. Два с половиной часа прямого и честного разговора, без купюр. Накануне на телеканале «Свое ТВ» прошла очередная прямая линия губернатора Ставрополья Владимира Владимирова с жителями края. Павел Яндовицкий о самых острых и необычных вопросах. Для организации прямой линии были задействованы все технические средства своего ТВ. Десять дней работал колл-центр. Только к началу эфира туда поступило больше 8 тысяч обращений. Еще более тысячи человек позвонили непосредственно во время прямой линии. Вопросы, в том числе в видеоформате, поступали также через мессенджеры и сайт телекомпании. Интерес понятен. Ведь по итогам прошлого прямого эфира жителям края удалось не только услышать ответы на самые различные вопросы, но и решить целый ряд острых проблем, на которые долгое время не обращали внимания чиновники на местах. Конец года, по традиции, это время подводить итоги. Поэтому самый первый и логичный вопрос звучит от нашего ведущего. Владимир Владимиров отметил, растут основные показатели в промышленности, сельском хозяйстве, увеличивается объем инвестиций, на минимальном уровне безработица. Но главное сегодня сделать так, чтобы улучшения отражались не в отчетах, графиках и диаграммах, а на кошельках – жители региона. Можно многим гордиться, но бюджетом, там, не знаю, за 100 миллиардов, многие говорят, вот мы впервые за 100 миллиардов. Ну, понимаете, пока у каждого человека в крае не увеличится, что можно будет потратить в крае, конечно же, это будет все достижения, ну, как я иногда говорю, на бумаге останутся. Хотя косвенно там можно на какие-то показатели ориентироваться, но этим очень сложный вопрос экономика, потому что экономика – это прямое выражение все-таки для меня человеческих, человеческой зарплаты, проще скажу. Поэтому гордиться есть чем, но работать нужно еще больше. Отличительная особенность этой прямой линии в медиа-синергии. К нам подключились наши пишущие и снимающие коллеги. Они внимательно следили за вопросами и ответами. Многие также транслировали прямую линию на своих сайтах в радио и телеэфире. Один из вопросов прозвучал от коллег из студии вестей ГТРК Ставрополья. Но, конечно, на первом месте жители региона. Для них, кроме колл-центра и других каналов связи, развернулись передвижные студии своего ТВ. В режиме онлайн – Есентуки, Буденновский район, Ипатовский и Изобильнинский городские округа. Первым на связи – поселок Солнечнодольск. Его жители поблагодарили Владимира Владимирова за его участие и жесткую позицию по поводу инцидента с детьми. Напомним, школьники попали в реанимацию в результате передозировки рецептурными лекарствами. После Солнечнодольского инцидента усилили контроль в школах и аптеках. Правда, по словам людей, жестких мер хватило ненадолго. Я думаю, мы с Роснадзором усилим профилактическую работу. Ну и, конечно же, вот, знаете, вот эти элементы гражданской ответственности. Если есть видение того, что в этих аптеках нарушают закон, и дети могут покупать такие психотропные лекарства, необходимо немедленно сообщать. Ну, я вам гарантирую, что главы все будут реагировать. А вот в штанице Новотроицкой жители жалуются на аварийное состояние местной больницы. Плитка на полу отходит, еще не хватает специалистов. Глава региона вопрос с плиткой пообещал решить. Причем в ближайшее время. Что касается кадрового обеспечения, то тут, по словам Владимирова, надежда на профильный набор в медвузы. Я надеюсь, с помощью этой программы мы, конечно, решим... Ну, полностью, наверное, нельзя все вопросы решить. Но, тем не менее, дать возможность молодым специалистам и усилить наши именно сельские, и фельдшерские пункты, отдаленные города, даже скомплектовать необходимым количеством врачей, вот эта программа обязана. Еще один актуальный вопрос – замена лифтового оборудования. Как прозвучала эта проблема наболевшая? Губернатор отметил, она начнет решаться уже в следующем году. Нуждаются в ремонте и замене. Мы для этого приняли в течение этого года программу по замене лифтов. И за счет тарифа на капитальный ремонт на квартирных домах мы планируем в будущем году вот эти первые там 660 лифтов начать замену. В течение полутора лет мы проведем их замену, и дальше уже в плановый период переведем все это. Между тем, в студии своего ТВ также собрались те, кто хотел задать свой вопрос главе региона. Один из первых касался обеспечения жильем детей-сирот. Как прозвучала, ситуация с очередностью сейчас значительно улучшилась. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Я к вам приезжал по поводу жилья детям-сиротам. Сейчас я приехал, чтобы вас поблагодарить. Квартиру предоставили, уже обустроился. По словам Владимира Владимирова, в следующем году увеличится количество выделяемых квартир. Бюджет 2019 это позволяет. В будущем году мы увеличим еще на 200 квартир строительство, приобретение для детей-сирот жилья. То есть, грубо говоря, мы выделяли порядка 400 миллионов, в будущем году будем выделять на это меры 700 миллионов. А вот качество сдаваемого жилья иногда вызывает нарекания. Помимо общественной экспертизы, общество российского народного фронта, мы сегодня еще дополнительно будем независимым экспертам платить, для того, чтобы ваше жилье, когда принималось, подвергалось всесторонней оценке и качество и всего остального. Минеральные воды в регионе лечебные. А вот область здравоохранения иногда хромает. Вновь подняли злободневную тему гости студии прямой линии. Подтверждений этому накопилось много. Например, жалобы на холод в женской консультации и фотографии больниц в Пятигорске. Интересуют жителей и скорость оказания помощи. Жители волнуют состояние больниц, поликлиник, ну и в сфере обслуживания, мобильной диагностики. Бывает время, что не хватает, чтобы спасти жизнь. Пока делают диагностику. В качестве начального лечения отрасли Владимиров прописал строительство в Пятигорске сосудистого центра. Уже скоро жители города смогут получить своевременную диагностику и госпитализацию по месту, пообещал глава региона. Первое, что необходимо в части оказания высокотехнологичной помощи быстро, это, я сказал, что мы сердечно-сосудистый центр в конце следующего года создадим. В Пятигорске все операции, связанные с шунтированием на сердце, все будем делать сразу же. Дальше отделение онкологического центра в Пятигорске будет создано. Много вопросов было связано с дорогами. На ямы, грязь и ухабы, которые даже путем назвать язык не поворачивается, жаловались жители Апанасенковского и других районов. 16 километров дороги разбито полностью. Раньше она была гравийкая. Сейчас вообще разбито. Проехать невозможно, чтобы попасть к врачу или купить какое-то необходимое лекарство. Я разберусь с главой, почему этой дороги нет в проекте, почему они не хотят, наверное, об этом подумать. И, соответственно, уже Антонина Семеновна, уже глава даст ответ. И, может быть, я приеду в Апанасенковский район, тоже планировали в ближайшее время выехать. И, может быть, я приеду и сам поясню, что будет происходить с этой дорогой. В то же время в краевом центре интересовались, как будут развиваться дорожная и транспортная сети Ставрополя. Пробки и общественный транспорт давно вызывают у горожан справедливое негодование. Это улица Шпаковская. На часах 9 часов. А у нас тут, как всегда, традиционная пробка. Мы достроим наш российский проспект до Даваторцев. В будущем году мы его продолжим и достроим до Даваторцев. Это будет бессветофорный выезд. И, надеюсь, что в 2020 году мы приступим к строительству эстакады. Это будет Кулакова, Ленина. И второй мы через железнодорожный переезд в Михайловске, также, чтобы Михайловск выпустить в Ставрополь, также будем строить, в это же время будем строить эту эстакаду. Во время третьей прямой линии глава края ответил и на необычное обращение. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Мы стояли на очереди по молодой семье с 2014 года и уже не надеялись получить сертификат. Спасибо вам огромное, что вдохнули жизнь в программе «Молодая семья». Приглашаем вас на новоселье. Будем очень рады вас видеть. 25-го в Железноводске. Мы будем открывать. Мы очень, на мой взгляд, достойно отремонтировали все, что касательно курортной зоны. Мы приняли решение в прошлом году на бюджете, благодаря депутатам Думы, опять-таки, Ставропольского края, 1 миллиард рублей направили на программу «Молодая семья». Тем временем Ставрополье все чаще принимает участие в событиях международного масштаба. Это и чемпионат мира по футболу, и всемирная универсиада. Теперь вот и патовцы подали заявку на проведение чемпионата Европы по мотоболу. Но без краевой помощи не обойтись. Вы сделаете проект, обозначите сумму, которая необходима для того, чтобы реконструировать, и привести его к нормативным требованиям данный стадион. И, соответственно, мы возьмем на себя обязательство вместе с Сергеем Борисовичем обеспечить это финансирование. Важнейшее молодежное международное мероприятие – это студенческая весна стран Шоссе-Брикс. Ее примет Краевой центр. Необычный вопрос поступил из Дели. Будущая участница студвесны поинтересовалась, не замерзнет ли она в России. Готовлю выступление по глобальному потеплению, но меня беспокоит холодный климат в России. Моих родителей беспокоит, насколько безопасно мне будет в Ставропольском крае. Очень прошу вас поддержать и помочь мне в этой проблеме с моими родителями. Их зовут Нареши Джета Гойл. Спасибо. Надеюсь увидеться с вами в Ставрополе. В части безопасности, ну, я как отец могу на пороге взять. Лично могу на пороге взять, да. Нарешить же это Гойл могут не переживать, что под ваши гарантии дочку отпускают. Да, на пороге могу взять. А в части тепла будет точно тепло и даже жарко. И если молодежь со всего мира глава региона пригласил в наш гостеприимный край, то фигуристка из Ставрополя получила личное приглашение. Здравствуйте, дядя Володя. Меня зовут Лиза. Я могу привести вот такой прыжок. Он называется Перекидной. Обещали то, что мы будем кататься на катке в новом Ледовом дворце. Когда мы будем там заниматься? 25 лет нам обещает Ледовый дворец. На самом деле, ответ прост. Мы 20-го числа официально открываем его. Сегодня вот мне буквально там до прихода на эфир проводили мы встречу. 20-го числа приезжает представитель компании «Газпром». Мы его торжественно открываем. Он начинает работу. Лед залит. Все готово. Мы хотим начать пробную эксплуатацию. Как я и обещал, что Лизе и всем детям он будет бесплатен. А завершился эфир на доброй новогодней ноте. Ее создал пришедший в студию Ставропольский школьник Аким. Что бы вы попросили у Дедушки Мороза на Новый год? Пускай родные и близкие никогда с ней покидают. И пускай Дедушка Мороз это сделает. АПЛОДИСМЕНТЫ В Край зарегистрирован самый низкий уровень безработицы за всю историю региона. Мы ушли за показатели 0,7%. Если смотреть по отношению к прошлому году, мы снизили свою безработицу на процент. Рекорды Край ставит и по росту инвестиций. В прошлом году объем вложений увеличился на 12%. Вместе с тем должны расти и зарплаты ставропольцев. Это одна из главных задач подписанного соглашения. А в курортном Кисловодске почти полностью восстановили храм целителя Пантелеймона, покровителя медицины и медиков. На рубеже 19-го и 20-го веков храм строили на народные пожертвования. В его создание внес лепту великий русский бас Федор Шаляпин. Здесь крестили будущего нобелевского лауреата Александра Солженицына. В 30-е годы прошлого века храм закрыли, а в 60-е и вовсе разрушили, чтобы на его месте построить санаторий. Восстанавливать большой храм из красного кирпича начали 15 лет назад. Здание украшают 180 икон, вмещает оно до тысячи прихожан. Следить за развитием событий на Ставрополье вы можете на нашем сайте stv24.tv, а также в следующих выпусках новостей. До встречи на своем. Субтитры подогнал «Симон»